Две операции, увеличение числа на единицу и увеличение числа в два раза. Какая-то миллисекунда времени уходит, какая-то немецкая единица времени уходит на единицу, и какая-то двояческая система увеличивать в два раза. Между прочим, в двоечной системе увеличение в два раза совсем нехитрой операции, просто сдвиг на один разряд, и увеличение единицы чуть-чуть похитрее, но тоже нехитрое, надо пересчитывать эти битики. Вопрос, за какое наименьшее число операций можно из числа 0 получить число в двоечной записи, которое записывается цифрами ам, 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 минус первая, и так далее, а первая, а нул. Ответ очень простой. Оказывается, нужно к числу М прибавить сумму цифр. Вот, наименьшее количество операций. Если число 1, то понятно, что нужна одна операция прибавления единицы. Если двойка, то нужно к нулю прибавить единицу и увеличить два раза за две операции. Если тройка, то берем ноль, делаем из него единицу, из единицы делаем двойку, а из двойки делаем двойку, да, три операции, все замечательно. Легко увидеть, что вот эта формула, количество разрядов, ну, не совсем количество, потому что здесь разряды идут с нулевого, да, то есть количество цифр минус один на самом деле. М это вот это вот М, то есть у нас в числе М плюс один двоичный знак. Это не означает, что я предлагаю кратчайший способ для того, чтобы найти эту операцию возведения. Потому что в способе, который я сейчас рассказываю, в некотором смысле нет памяти. То есть я не могу некоторые числа что-то отложить в сторонку и потом как-то вот этим воспользоваться, да. Здесь мы просто берем ноль и из него идем каждый раз, либо увеличиваем в два раза, либо прибавляем единицу. В принципе, можно придумать пример, когда удается обойтись меньшим количеством операций умножения. Ну, тем не менее, давайте эту задачу все-таки решим до конца. Решение не крайне простое. Смотрите, если мы должны получить нечетное число, то совершенно понятно, что последняя операция это будет прибавление единицы. Давайте я аккуратно выпишу. Вот шаг индукции от нечетного числа к предыдущему. Предположим, что мы все уже знаем для числа от единицы до двух n. Смотрим на число 2n плюс 1. Последняя операция это прибавление единицы. Перед этим у нас было число 2n. По предположению индукции мы должны применить формулу. Значит, 2n это число, у которого последняя цифра ноль. И, значит, у него всего в роли числа m работает m плюс 1. У него всего m плюс 2 разряда. И сумма цифры у числа 2n это ам, ам минус 1, а первая еще плюс 0. Но я не написал. Совершенно ясно, что можно перенести единичку отсюда сюда. И мы в точности получаем формулу, что надо взять уменьшенное на единицу количество разрядов и вливать сумму. Так что шаг индукции от четного числа от единицы до 2n к 2n плюс 1 он очевиден. Теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть шаг индукции при переходе к очередному четному числу. Ну, в общем, дело нехитрое. Для этого нужно доказать такую лему, что последняя операция это будет умножение на 2. Ну, давайте пока предположим, что я это уже доказал. И в таком случае все легко. f от 2n это есть единица плюс f от n, а f от n мы с вами помним. Это m плюс сумма цифр. Вот, это m плюс сумма цифр. И совершенно все понятно, потому что вот это вот, это как раз и есть уменьшенное на единицу количество разрядов числа 2n. А вот это вот, ну, если угодно, сюда только еще можно приписать слагаемое. Это и есть сумма цифр числа 2n. Так что, если будем знать лему, то проблем никаких. Докажем ли я? Предположим, что последняя операция в наилучшем вычислении числа 2k это было прибавление единицы. Тогда это будет единица плюс функция от числа 2k минус 1. Но для числа 2k минус 1 последняя операция это уж точно прибавление единицы. А можно считать, потому что это число меньше чем 2k, что f от 2k минус 2 это единица плюс f от k минус 1. Смотрите. Вообще-то совершенно ясно, что единица плюс f от k минус 1 больше или равна, чем f от k. Потому что если мы умеем за сколько-то операций получать k минус 1, то еще прибавив единицу мы получим число k. А здесь написано 1 плюс 1 плюс f от k. Между тем очевидно, что f от 2k не больше чем 1 плюс f от k. Ведь мы можем число k умножить на 2 за одну операцию. Здесь у нас 2 операции и прибавление f от k. А между тем можно было обойтись одной. Лима доказана. Лима доказана. Лима доказана. Да.